Хочу ещё немножко рассказать о вязании каймы, то есть схемы B шали-харуни. Мне помогает программа схемы-следилка. Я вот загрузила эту схему сюда. И вот смотрите, мы провязали тело шали, и у нас чётное количество вот этих черенков. Вот это у нас один черенок, вот этот черенок. Можно ориентироваться вот по двум накидам возле лицевой петли. И переходим к схеме B, то есть кайме. Здесь три кромочные, дальше идут накид, лицевая, накид. На серый фон не обращаем. Он обозначает то, что здесь нет петель. После накида две вместе лицевой с наклоном влево, две лицевые, накид, две вместе лицевой с наклоном влево, накид, две лицевые, три вместе лицевой, две лицевые, накид, две лицевые с наклоном вправо, накид, две лицевые и две лицевые с наклоном вправо. и дальше все это повторяем накид лицевая накид и вот эту часть фрагмент и так вяжем до тех пор пока не дошли до середины шали до центральной петли когда перед центральной петли мы провяжем вот эту часть узора то есть накид лицевая накид дальше вяжем лицевую центральную петлю но не вяжем вот эту часть узора а нужно повторить вот эту часть то есть накид лицевая накид еще раз и вот смотрите и только после этого вязать вот эту часть узора то есть в центре шали у нас получится четыре вот таких больших листа два листа перед лицевой и два листа после лицевой вот эти накиды начинают каждый из накидов в середине их 4 в середине шали 4 начинают большой лист сначала вяжем вот этот раппорт полностью до центральной а затем перед центральной повторяем вот эту часть игнорируем то что на белом фоне и после вот этих вот петель вяжем снова вот эту часть и дальше тоже идет все точно также полностью вот этот раппорт затруднения вот мне задали вопрос возникли в седьмом ряду если первый ряд связан правильно то седьмой ряд тут ничего никаких затруднений не должно быть вот смотрите как он вяжется 3 кромочные они здесь нарисованы в отличие от первой схемы дальше накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 вместе лицевой с наклоном влево дальше идет веточка накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 лицевые и 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот этот раппорт мы повторяем и снова как доходим до середины шали точно также повторяем вот эту желтую часть игнорируем вот эту а затем продолжаем вязать так снова вместе с этой частью так как бы это объяснить вот смотрите перед центром перед центральной петли у нас должно получиться вот эта часть узора затем лицевая снова эта часть узора и после этого то что на белом фоне и дальше все точно также то есть то что на желтом фоне перед возле центральной петли повторяется два раза то есть до центральной петли и после центральной петли ну а дальше я уже все рассказывала в ролике так что и думаю должно быть все понятно а если все еще не понятно задавайте вопросы все все